Илья Счелобая. Сравнение по истории России. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ. Ссылка на книгу в описании под видео. Две звезды. Средняя вероятность встретить данный материал на ЕГЭ по истории. Общее. Русско-шведская война 1788-1990 и Русско-шведская война 1808-1809. Тезис. В обоих военных конфликтах Швеция сделала ставку на внешнеполитический фактор. Обоснование. В русско-шведской войне 1888-1990 гг. Швеция рассчитывала на иностранную финансовую помощь. Например, Англия выплачивала субсидии на введение войны с Россией. В русско-шведской войне 1808-1990 гг. Швеция также рассчитывала на иностранную финансовую помощь. Например, Англия выплачивала субсидии на введение войны с Россией. В русско-шведской войне 1788-1890 годов Швеция рассчитывала на отвлечение русской армии на другие театры военных действий. Например, в тот период шла русско-турецкая война 1887-1891 годов. В русско-шведской войне 1888-1889 года Швеция также рассчитывала на отвлечение русской армии на другие театры военных действий. Например, в тот период шла велотекущая, все же русско-английская война 1807-1812 года. Ильяс Челобаев, «Сравнение по истории России. Учебная пособие для подготовки к ЕГЭ». Ссылка на книгу в описании под видео.